итак всех снова приветствую сейчас мы будем обозревать моего любимого ниндзя которого я к сожалению себе не куплю потому что я его сейчас опозрю увы и все дела давайте посмотрим вот это вот что вообще за хрень это максимальный урон какой-то м.б. что значит м.п. тут типа гаррич pain main о смотрите я даже не знаю ну я наверное вот это вот это вот из меню на и хотя давайте сразу здесь обозревать держишь есть это чувиха вот она конан ангел бога блин я хотел бы себе эту конан но к сожалению она во первых она здесь есть следовательно ее обозрю а зачем мне тогда ее собирать если ее здесь обозрел увы не суждено нам быть вместе конан у меня есть твоя обычная версия для так скажем замены ой здесь тоже не прокачано ну да ладно в общем то самое самое хорошее достоинство это конечно же что она красиво так крутится там летает все дела с крылышками и вообще как персонаж прикольная там умная умная женщина это как всегда мне нравится главное чтоб типа не слишком хитрая ладно плевать смотрим значит шикигами тэнс я типа буду наверное это хирузона как я сказал покупать они конан ну а здесь будем обозревать и значит шикигами тэнс наконец-то ее обозрю мгновенная белка чистая ниндзюцу наносит определенные церкви урон вызывает 3 комбо и метит то есть ставит метки на 9 юнитов формации оппонента то есть команда оппонента или противника and will cause high флот и высоко подкидывает выбранного юнита оппонента то есть мы выбираем цель только для того чтобы подкинуть выбранного юнита все остальное делается само 9 юнитов это хорошо 9 юнита вот шисуй например всего лишь 7 юнитов дамажит вы понимаете что как бы на этом мало кто обращает внимание но чем больше юнитов тем лучше то есть тем больше урона собственно самые крутые то естественно гора и тенда они дамажат всех вне зависимости от количества будет там короче хоть 500 колонов они всех и 500 колонов и оригиналы их дамажить будут то есть они будут дамажить всех то есть на поле а здесь только 9 юнитов но тем не менее в пвп ну то есть в массовых замесах все равно это имеет ощутимые последствия значит куда он time 3 раунда battlefield куда он один раунд то есть во втором раунде может запускать в принципе как тот же шисуй значит использует 20 чакры до всего лишь 20 чакры у шисуй на 7 юнита в оппонента чтобы урон нанести и без меток хотя там по моему поджигание или что-то такое накладывается не помню или ничего не накладывается по-моему ничего все таки это его стандартная атака поджигает а это фигня не у него 40 чакры здесь 20 то есть в два раза меньше при том что поражаем мы больше юнитов еще и метки ставим это просто офигенно я хочу вам сказать ну такие вот дела значит paper wizard wave blizzard wave точнее метелица бумажная метелица метель волна значит тайзюцу и ниндзюцу чистые атак за оппонент фронт ров кауза стек хэзэ чемсов каузинс но то он то есть может опрокинуть наложить метку точнее не может наложить метку а сто процентов накладывает если это возможно will also maybe imitiate или reduce its mystery skill cooldown time by one round может imitiate или reduce я вот не знаю imitiate ли что это значит напишите кто знает но я не помню чё это ну короче это или всегда делает или никогда не делает что-то вроде того но в общем-то уменьшает еще и cooldown ее главного скилла а как вы понимаете это значит что здесь cooldown два раунда и это как бы мощно потому что скилл мощнее чем у шисуи по дамагу и при этом кастуется каждые два хода и это круто значит paper blizzard спир через send attacks a knock it down юнит значит к нокдаун у нас делает вот эта вот штука а здесь хайфа вот все таки значит к нокдаун юнит кауза с репульс то есть оно и отбрасывает и обездвиживает и наносит 10 комбо это просто комбо я хочу сказать то есть у нас уже есть тут 13 комбо с этой штукой и при этом то есть и обездвиживание в чизе то есть как у как из тех же самых и еще отбрасывание это жесть то есть все самое лучшее в чизе еще бы два раза его можно было применять наверное было бы вообще почему чизы у которых есть обездвиживание их не позволяют применять два раза это было бы забавно то есть получается что если у тебя в одной цепочке комбо два бездвиживания то как бы это не так уж и круто возможно хотя можно преодолевать таким образом защиту от ты баффа то есть отражение дебаффа как у куриной то есть чувак у которого хотя мы так и преодолевали короче но прикол в том что а можно эти два обездвиживания использовать раздельно что довольно прикольно дальше ангел бога в эндис юнит инзи файл не дюсэн да такс of all the okatsuki units in your line-up will be increased by 20 процентов короче мы знаем что у нас есть супер-пупер акацуки юниты вроде там как узел улучшенного крут мода того же курсы тхи да она там ну тысячи их короче действительно они есть крутые эти самые акула тот же самый и вот она у всех у них увеличивает на атаку и ниндзюцу при этом как бы я так понял что это белка стакается с абилка с обычной икона то есть один период конан ангела 2 берет конан обычную и конан обычно я так понял щиты накладывать на конан ангела и остальных и то есть а конан ангел повышает им атаку то есть ну опять же стенда можно поставить в принципе там хотя там наверное выгоднее пейна все-таки поставить ну обычных как-то так все-таки обычная конан сильнее бафает но это тоже круто это тоже значит шикигами тэнс protection becomes immune to low-forward high-forward repulse and knock down you your unit will increase its ninjutsu and combo rate by 1 процент over each one chakra points that you posses короче приобретает иммунитет короче супер броню приобретает и увеличивает ниндзюцу и комбо ну в зависимости от того сколько у тебя чакры то есть за каждую единицу чакры на один процент то есть если у вас то чакры с плюс сто процентов к ниндзюцу а у неё обилка каждые два хода долбит то есть это просто зверский этот массовый дамагер поставил ты ее с кисамой акулой и такой вот один ход кисамая акула ставит свое поле потом поле спадает и сразу же это замечательная девушка долбит своей обилкой и короче все сдыхают потом опять он свое поле ставит и так далее но естественно для этого нужно чтобы вам позволили это сделать единственное что я вот не понял мне казалось у нее есть какой-то там например уклонение или что-то вроде того просто когда ее атакуют или чет пытаться на нее сделать то она крылышками типа прикрывается но вы увидите это я думал что это типа уклонения ну почему-то мне так кажется всегда оказывается что она дебафов и вообще от блокировок никак не защищена это я считаю недостаток ну как и руки самые акулы но тем не менее если у вас большая инициатива и она стоит на первой позиции то я думаю вы сможете сделать то что вам нужно было сделать так что такие вот дела надеюсь вы поймете что она очень круто и почему это так значит и пожалуй пожалуй прости чувак у тебя студия на 103 этих карточки я обязан просто показать как она выглядит потому что реально это одно из самых больших ее преимуществ обычная конан вот смотрите какая обычная такая скромная конан на хинату похоже даже псевдо хината я бы так назвал так а где тут наша это агрессивная кона чё то они все здесь видите в самом конце во реально я бы не ходил в облике шису я бы ходил в облике этой красавицы вы посмотрите ну хотя они как так не знаю что выглядят нет ну они какие-то дырявые на макдональдс значок макдональдса похоже все-таки крылья могли бы получше нарисовать но так вот это вот все что крутится у нее там и опять же чё она как будто скачет на каком-то дилдаке на вот этом вот вихре то есть но она должно более плавно так покачиваться а не так как будто чух 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 ли ракета короче может взлететь прямо видите хотя она и так летает короче вот это вот конан ангел вот то что вот такой вот вид у нее это очень я считаю большое преимущество потому что ну по по эффектности курама даже наруто я считаю не дотягивает и вообще то есть у хирузена например вообще особого какого-то вида нету и у того же курзат хидана но как бы как вы понимаете зато курзат хидан и хирузен они такие ниндзя другим берут они берут собственно эффективностью в бою хотя конан тоже в эффективности в бою не уступает так но она больше как бы на массовый замес чем на пвп поэтому тут такое дело значит давайте же посмотрим что у нее тут у нее она женщина до женщина она кацуки значит бафает себя сама бафается своей подругой конан бафается короче пейнами вся нет пейны они бафают пейна ну пейны они что же акацуки поэтому тут то есть конан может бафать пейна а пейны не могут бафать конан несправедливо видите как там феминистки говорят там интерсекциональные какие-то феминистки что стрелочка не поворачивается короче пейны не бафают конан а конан бафает пейну вот так вот односторонняя связь там это как его там это двойные стандарты дискриминация хочу вам сказать конан ты должна пожаловаться на пейна ты должна подать на них в суд обязательно значит со скрытого дождя она также смотрим здесь и давайте на 12 какашках протестим 12 какашек 12 какашек это замечательно так значит смотрим вот видите вот это вот то что она крылышками прикрывается ух какая стесняша няша стесняша вот видите она после атаки первом же раунде может теперь применять свою опилку что он творит посмотрите смотрите сейчас что будет но правда нету ролика в отличие от изначально но тем не менее тоже очень круто особенно посмотрите и урон нанесла и метки поставила умница красавица просто я не знаю вот раз и еще уменьшила кульдаун вот это я понимаю вот это трудяга вот это я понимаю настоящая рабочая женщина и по дому приберет там и короче мужскими чисто делами войной займется и так далее вот смотрите акупунктурой занимается всякими другими этими народ средствами народной медицины вроде там этого силой земли там всякой помогает короче сила земли этому как узу он же любит там как узу сила земли ну что еще раз повторим давайте посмотрим кто сколько урона нанес вот вы видите вы блин видите кто сколько урона хотя яшу шису я не применяла билок поэтому неудивительно что она типа больше всего урона нанесла но тем не менее это надо учитывать ее урон в массовых замесах нужно обязательно учитывать я просто не могу этого не показать так по 7000 да вы посмотрите просто пол какашевского леса выкосила так вопрос какаши вы когда будете ее атаковать я надеюсь они ее атаковали хоть раз вы видели как она крылышками вот видите она крылышками прокрывает и это очень круто то есть понимаете супер армор когда кто-то другой короче какой-нибудь райка и у него как этот супер армор выглядит да не как он не выглядит а у кона у кона выглядит очень даже то есть она прикрывается крылышками это считаю так мира просто не а вот только руки то что развиваете жесть конечно с моделькой короче проблемы эти китайцы они не умеют ангелов рисовать ублюдать то вообще мало кто ангел умеет рисовать вы бы еще короче поборников ислама заставили ангелы рисовать они бы тогда вам короче это бошки поотрезали ну в общем то вот такая вот кона давайте кстати посмотрим что у нее за характеристики это уже совсем забыл ну точнее я забыл их показать и рассказать значит health grow 1600 и это на самом-то деле ну больше чем у шисуя но все равно мало 1631 ну больше чем у гг но у него что защита мощная у нее смотрите какая защита 927 то есть не такая уж и мощная то есть у нее нет уклонения у нее нет защиты так как grow 1067 ниндзюцу 1200 но учтите то есть она же бафает ниндзюцу своей чакрой и вообще много чего бафает короче основная белка у нее ниндзюцу значит это тай и нин а это тоже нин то есть фактически тай дзюцу ей не нужно но она у нее при этом не такой уж и маленькая да самый маленький это конечно же дефенс который ей очень нужен из-за того что она якобы должна танковать из-за того что она типа супер армором так что я бы сказал что это лучше чем у шисуя да это лучше чем у шисуя но ее все таки если у вас есть какой-нибудь другой супертанк там кимимара ну хотя кимимара я даже не знаю кого считать супертанком ну может мадарыч какой-нибудь саски сусана вот например или же наруто курама да если у вас есть наруто курама энджел конан то лучше курама пусть будет основным этим танком она будет дополнительным потому что все же типа неуязвимости к дебафам у нее нет то есть могут несколько атак провести там яда и настакать еще чего-нибудь сделать а на фронте яда настакать гораздо легче чем где-нибудь когда она будет дополнительным этим персонажем так что такие вот дела но но это 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 просто делишес блин блин не суждено мне тебя купить то ну потому что типа если я даже ее куплю с кем ее буду использовать то есть это нужно свипаться в воздух и там чё-то переделывать и плюс она еще и пвп не так хороша как ну то есть не так хороша как массовых пвп то есть она именно ее обилка на массы именно рассчитана она 4 юнита ее урон он тоже конечно большой но не настолько большой поэтому опять же там или кушину надо или еще кого-нибудь к ней приобретать это это не по мне а поэтому я с вами пожалуй на этом закончу что я хочу сказать ну это ниндзя высшего разряда она стоит по моему более 20 тысяч купонов то есть как хирузен или даже больше на пару тысяч то есть я помню вроде бы за 24 тысячи она продавалась а хирузен вот 18 20 тысяч то есть даже больше чем хирузен это от тенсейной поэтому такие вот дела но она не блиц ниндзя это во первых то есть пока на чакру накопит чтобы атака у него была большая пока опять же опилка то есть ну в первом раунде если повезет то вы можете ее запустить там потом в третьем раунде и так далее ну хирузена примерно так же вроде бы но он опять же атаку бафает у него атака ну вы поняли вы поняли это спорно тут можно сколько угодно так беседовать кто там кого лучше но тем не менее я хочу сказать офигенный ниндзя все офигенный не буду не буду короче там пытаться оценивать это просто офигенный ниндзя всем пока пока